В 1969 году силами двух сотрудников нашего музея, Георгия Адамовича Гловацкого и Регины Александровны Ксенофонтовой, после долгих лет была восстановлена экспозиция Японии. И ее украшением была витрина с самураями, где были использованы прекрасные образцы самурайского вооружения из коллекции Николая Александровича Романова. Уже последние годы музей испытывал необходимость сменить эту витрину, сделать реэкспонирование, поскольку самураи устали нести такой долгий караул. Ну и вот, пользуясь вынужденным закрытием музея, мы решили эту спецоперацию осуществить. Витрина с самураями была демонтирована, с самураями были манекены разоблачены, и вот эти доспехи теперь перед вами. У доспехов есть некоторые проблемы с сохранностью. Хотя доспехи это предмет защитного вооружения, не должны были выдерживать серьезные удары, тем не менее, у них есть и свои уязвимые места, даже танки уязвимые, тем более, говорить о доспехах. И сделаны они были не только из стали, не только из толстых, тяжелых, кованых листов, но и из материалов довольно хрупких, таких как парча с тканым орнаментом, кожа, ткани различные, китовый уз, кожа. И вот эти предметы нуждаются в консервационных мероприятиях. Зато мы смогли посмотреть конструкцию этих доспехов в разобранном виде. Она очень сложная, она очень интересная. Вот этот доспех, хотя он вроде бы предназначен для целей весьма брутальных, для сражений, тем не менее, сделан с ювелирным искусством. Очень многие детали сделаны настолько тонко, настолько изящно, что могли бы вполне украшать и красавицы. Вот если посмотреть сюда, вот здесь видны небольшие заклепки, отделанные в виде звездочек. Их таких много, их очень много. Но это не все. Вот каждая такая заклепка, она находится на специальной подложке из золоченой бронзы и с мелким-мелким-мелким рубчиком по краям. Каждая стальная пластина отделана вот таким бордюром. Это сплав вся худо, чернение. Получается такая темная-темная патина. И тоже здесь есть на вот этих бордюрах тоже свой очень тонкий резной орнамент. По-видимому, вот этот комплект доспехов принадлежал кому-то из членов дома Токугава. Династия Токугава – это сёгуны, которые правили Японией с 1600 по 1868 год. После революции Мэйджи Исин этот дом тоже никуда не делся. Они продолжали присутствовать в японском политическом бомонде и должны были как-то участвовать во встрече Николая Александровича Романова. И вот многие предметы из числа даров, полученных Николаем Александровичем, они маркированы вот такими гербами. Трелисник Малевы в круге. Это герб дома Токугава и некоторых родственных к Токугаву домов. Тем же Мацудайра, например. Вот сами эти гербы, они тоже выполнены с ювелирным искусством. Это накладки из плава Сякудо, чернения, рельефная резьба. Таких гербов много. Есть крупные на вот таких защитных чешуйках, где её есть и меньшего размера, есть и совершенно крошечные. Вот, например, на некоторых деталях тоже присутствуют мелкие такие ювелирные гербы. Наверное, надо сказать о назначении таких доспехов. Вот такие доспехи называются Тоса и Гусоку. Это общее их название. Так называли доспехи примерно со второй половины XVI века, когда в Японии появилось огнестрельное оружие и изменился порядок ведения боевых действий. Сражения стали массами с большим числом участников, и их нужно было экипировать. Было несколько сот тысяч воинов, и каждому нужны были мечи, копья, доспехи, шлемы и прочие элементы амуниции. Вот, и упростилась технология изготовления доспехов. С одной стороны, для воинов низкого ранга делали доспехи крайне простые. У нас такие тоже есть в нашем собрании. С другой стороны, для военачальников доспехи делали с очень высоким чтением, с большими затратами и ценных материалов, и труда, и времени. Так вот, это доспех военачальника очень высокого ранга. Это ламинарный доспех Юкиноситадо, кераса ламинарная, сковано из тяжелых, цельных, металлических, стальных пластин, которые, по идее, должны были выдержать прямое попадание аркебузного выстрела, свинцового шарика. Да, думаю, такой доспех он бы их выдержал. Но этот доспех, скорее всего, ни в каких военных действиях не участвовал. Он, скорее, имел более такое парадное назначение. Может быть, даже отчасти декоративный, хотя вполне он пригоден для сражений. Он очень красиво украшен. Мы уже говорили о мелких деталях. Но вот здесь главное украшение – это сикигами, маска демона, помощника мага Оммёджи. Выполнено в технике Утидаси. Вот с той стороны при помощи чеканки создавался общий рисунок будущего украшения. Но и затем уже с этой стороны доводился он при помощи других техник. Как резьбы в высоком рельефе, золочения, в том числе листового, гравюры. И покрывался патиной под ржавчину. Вот японцы вообще очень любили имитировать один материал другим, в том числе использовали патины, которые как бы состаривали предмет. Что касается изготовителя. Изготовитель принадлежал к одной из самых известных семей мастеров – семье Мюочин. Вот с этой стороны за маской есть его подпись. Мюочин сикибуки мунесуке. Этот мастер жил в конце 17-го, 1-й, 3-й, 18-го века. Возглавлял семью этих оружейников, которые работали на знатных князей военного сословия и на Сёгунат-Токугава. Изготовляли вот такие доспехи. Их довольно много в различных коллекциях. Они стоят очень дорого. Они очень красивые, очень надежные. И ценятся очень высоко и коллекционерами, и музейными работниками. Под стать кераси и шлем. Вот он тоже декорирован вербами дома Токугава. Такими же заклепками, звездочками. Принадлежит к разновидности судьи Кабуту. Судьи означает, что он склепан вот из таких отдельных пластин, которые вот внахлёст состыковываются друг с другом. И образуют такие ребра, которые служат дополнительной защитой. Судя по глубокой естественной патине, кули шлема была выкована довольно давно. Возможно, и в 15 веке, может быть, даже и раньше. А уже декорирована вот всеми вот этими элементами уже в период Эду. Основа бралась ранее, а дополнительные детали декора уже были более поздними. Выполнен он из стали, из золочёной бронзы, из различных медных сплавов и из различных материй. Используется вот, например, вот здесь материя. Как выяснилось, благодаря Майковой Надежде Викторовне, она обратила внимание, мы думали, что это тонкая замша оленя. Но из-за разрывов на других деталях, мы смогли убедиться, что это никакая не замша. Это валеная материя, не тканая, очень тонкая. По-видимому, это какой-то валеный шёлк, лепс. Вот он использовался вон в тоне с патиной под ржавчину. Использовались также шёлковые шнуры в качестве подвязок шлема, как будто, но вот такой толстый шнур. Чехол из сжатого шёлка тирями набивался шёлковой же вата. Изнутри шлема, вот видим, вот это вот и есть эгава, тонкая оленя замша с печатным орнаментом. И простёганная материя из конопляного волокна. Это защищало голову от соприкосновения с тулей шлема. Использовался также лак различного цвета, но в данном случае чёрного. И вот ещё интересный момент. Вот обратите внимание, на затылочные пластины собраны из мелких ламеллярных чешуек, покрытых лаком, набранных в ряды, отдельно шнурованных, образуя ряды. И каждый ряд также сошнуровывался друг с другом посредним либо тонких замшевых шнурков, либо посредством синих шнуров. Вот такие чешуйки называются хон-кот-заны. Но, к сожалению, вот так мы не можем сказать, из какого материала они выполнены. Могла использоваться и копчёная лакированная кожаная регала, или же могли использовать тонкие стальные кованые пластины. Вот, возможно, шлем имел и какие-то дополнительные украшения, но они не сохранились уже, по-видимому, к моменту дарения Николаю. Вот такая интересная деталь шлема. Это отверстие Техен-Нодза. Сверху на Туле имеется отверстие функциональное назначение вентиляции, но имеет ещё и различные сакральные назначения. Вот сюда в это отверстие могут вставлять, допустим, если самураин стил за гибель своего родственника или друга, или господина, он мог вставить пучок волос, который тот ему присылал накануне смерти, в предсмертную записку вот сюда. И вот уже вступал в бой вот с таким украшением. Сама же вот эта деталь Техен-Нодза тоже выполнена с ювелирным искусством. Она имеет много ярусов и изображает пьедестал для статуи Будды. Вот сзади вот такой красивый банк Агемаки на кольце из медного сплава, покрытого патиной. Кронштейн также декоративный и украшен гербом Токугава. Замечательные другие элементы этого доспеха. Все мы их не будем раскладывать, но вот я здесь положил наручи, наручи или латные рукава, которые подстегивались вот сзади, вот сюда, к дужкам ватагами. Основа это такой матерчатый раструб. В данном случае он выполнен из конопляного волокна Асануно. По периметру обшит тонкой замшевой лентой. Изнутри обшит вот тем самым лепсом бурого цвета. И имеет подвязку. Вот в этом месте на предплечье он сошнуровывается и застегивается на пуговицу. Роговую, черепаховую, костяную. Ну, в данном случае черепаховая. Вот эта материя очень прочная, такая неприхотливая. Очень ведет себя достойно в плане сохранности. На ручах других комплектов внешняя часть иногда украшается очень красивой парчой, иногда даже золотой нитью. В данном случае осталась конопляная материя, материя из конопляного волокна. Но тоже она под цвет доспеха выглядит просто, но вполне стильно. Зато замечательные другие элементы декора. Здесь мы видим нашитые на матерчатую основу кольчугу и металлические пластины, которые защищают плечо, локоть, предплечье и кисть с большим пальцем. На предплечье пластины украшены резьбой, стилизованы изображения облаков и гербом дома Токугава. Кистевая пластина. Вот здесь изображение Кирина или Цилиня. Вот пиво Кирин, японское, это вот честь этого единорога. Эта пластина украшена изображением китайского льва, кара-сиси и пионы. Это символы таких благородных, благопожелательных животных. Вот самурай, в общем-то, он должен был быть носителем тех духовных качеств, которые символизировали эти мифические существа. Далее. Вот здесь тоже есть надписи, но это не подписи мастера. Это обращение к буддийским божествам-хранителям. Вот это надпись обращения к божеству Мариси Тен. Здесь обращение к одному из любимейших самураев божеству Хатиман Дайбо Сацу. Прокуп пластины с обращениями к божествам. Нашиты другие пластины, изображающие 12 циклических животных. По шесть на каждом рукаве. Ну, вот здесь мы видим крыса, петух, тигр, буйвол, крыса и кабан. Так, здесь у нас дракон, кролик, обезьяна. Так, это коза, конь и змея. Пуговицы тоже очень интересны. Вроде бы такая незначительная деталь, но и даже ее сделали с ювелирным чанием. Сама пуговица имеет вот такую ромбовидную форму. Выполнена из медного сплава, вся худо, и покрыта патиной, и украшена тонкой резьбой. Башмаки пришнуровываются к плечевым пластинам с отворотами на шелковых шнурах. Башмаки тоже встречаются довольно редко. Основа это шкура черного медведя с сохранившимся ворсом. Вот они имеют удивительно хорошую сохранность. Ну, конечно, есть следы бытования, но в целом сохранились прекрасно. Выдержали тяжесть манекенов с доспехами. Вот это у них подошва такая из лакированной кожи, прошитая. Используют также замши. Вот шелковая ткань с тканым орнаментом, с изображением павлоний. Изнутри конопляная материя и белая замша. Довольно комфортно было в таких башмаках самураю. Такие башмаки носили только высокопоставленные самураи. Простые же самураи могли босиком ходить, или же носили таби и варадзе сплетенные или из рисовой соломки, или из конопляного волокна. В витрине с самураями на заднем плане фактически был затерян вот такой замечательный предмет. Он был назван в описях щит, хотя на самом деле это никакой не щит. Это шлем шляпы Джингаса. Это тоже работа семьи Мео Тин. То же самое. Семьи, может быть, другого мастера, в той же самой технике Утидаси, с такой же патиной в стиле саби, под ржавчину. И изображает дракона, играющего в облаках. Ун Рю. С использованием и гравюры, и рельефной резьбы, и золочения. И золотым лаком изображен герб три водоворота Митсу Томоя. Но вот здесь видно, что лак, хотя с одной стороны лак Уруси способен предохранять очень долго предметы от разрушительных воздействий, сам он уязвим к некоторым факторам. Ну, например, он не выдерживает солнечного света, он не выдерживает прикосновений голыми руками, и он очень не любит сухой воздух. Япония страна влажная, японские лаки ориентированы на очень высокую влажность. Поэтому часто в европейских коллекциях, где воздух более сухой лаки, вот, времени покрываются трещинами. Вот здесь, с другой стороны, шлем покрыт красным лаком, он выглядел очень нарядный. Вот написано «Щит». Это уже, по-видимому, предвоенные годы, в 30-е годы такую написали этикетку. Вот к нам он поступил из Музея Востока по межмузейной передаче в 1950 году. Вот здесь элементы второго доспеха. Кераса, шлем, подшлемная маска и таби. Этот доспех, по сравнению с предыдущим, казался более простым. Да, тот состоит из пяти частей, более сложная система стыкования отдельных пластин. Этот, такой, более, казалось, конвенциальный. Такой, такая разновидность керасы называется «Хон Кодзане Нимай До». Буквально, двусоставная кераса, состоящая из вот таких мелких-мелких чешуек, ламиллиардных чешуек «Хон Кодзане». Традиционно, японские доспехи со времен Хэян начиная с самого появления самурайского сословия, вот именно плелись из таких мелких-мелких чешуек. То есть, такие доспехи скорее не ковали, а именно плели. Использовалась очень сложная техника сошнуровывания огромного числа, многих сотен вот таких чешуек, шелковыми или кожаными шнурами. И вот эта техника, она так дошла и до самого конца самурайского сословия. Этот доспех, по-видимому, был изготовлен также в период Эду, примерно в те же времена, что и предыдущий. Вот мы думали, что он относится к самураю несколько попроще. Но когда мы размонтировали, оказалось ничего подобного. Это тоже шедевр, и не менее прекрасный, чем предыдущий. Хотя техника совершенно другая. Вот какие здесь техники. Достаточно сказать, что вот все эти мелкие хонкодзаны, это не просто лак, лакирование. Да, здесь используется лакирование черным лаком, а поверх, с внешней стороны, каждая чешуйка покрыта листовым золотом. Как обнаружили наши реставраторы. То есть, уже каждый вот такой элемент это ювелирное, можно сказать, украшение. Для их сушнуровки используются вот такие шелковые шнуры темно-синего цвета, пестрые шнуры и шнуры красного. Видно, как они потеряли цвет. В отличие от синего шнура, красный цвет очень быстро выгорает. Не очень понятно, из какого материала сделаны вот эти чешуйки. Они могли быть и кожаными, могли быть и стальными. Могли использоваться и те, и другие в разных деталях, в разных частях доспеха. Вот как представляется вот это, эти изготовленные все-таки из кожи нейрегава. Доспех имеет и стальные пластины, расписанные лаком в технике макия. Также украшен красивым декоративным бордюром. Имеет много гербов. Три водоворота Митсу Томоэ. Используется лаковая роспись. Доспех лакирован и снаружи, и изнутри. Но вот видно, как деградирует лаковое покрытие. К сожалению, это неизбежно. Когда японские мастера создавали доспехи, они не думали об их сохранении через несколько веков. Это уже проблема совсем других людей. Но оказывается, что хотя непосредственно на поле боя лак прекрасно защищал стальные пластины от коррозии, но с течением долгих-долгих десятилетий, веков даже под слоем лака стальные пластины корродируют. И это приводит к отслоению лакового слоя. И вот мы этот процесс здесь и наблюдаем. Эта кераса и другие элементы нуждаются в укреплении лакового слоя и каким-то образом должна быть решена проблема с коррозией. Пуговицы массивные, золоченая бронза, покрытые резьбой. Вот еще интересный элемент, аналог европейского латного горжета. такая горловина. Шлема набрана, она из так называемой бригантины. Бригантина — это мелкие пластинки с обеих сторон, покрытые тканевой основой. Вот такие доспехи из бригантины были популярны у всех народов, в том числе и у японцев. У японцев называются кико, буквально черепаховые чешуйки. Вот здесь видно форму вот этих стальных пластинок. Каждая сушнурована отдельным шнуром, и они имеют шестигранную форму, форму пластинок черепахового панциря. изнутри обшит очень красивым шелком с тканым узором облака и гербы. Вот с этой стороны с боевой внешней это замша и конопляное волокно, материс конопляного волокна. юбка кусадзури прикрывала бедра воина. Но вот этот доспех, к сожалению, не подписан. Мастер не оставил свои подписи. Но зато есть подписи на шлеме. Вот это шлем Кабуто, который прилагался к этому доспеху. Украшен маской черта Они. Вот такой страшный, волосатый должен был наводить ужас на врагов. После демонтажа мы обнаружили, что маска съемная. Ее можно легко снять с кронштейна. И видно, как она вырезана с той же техникой, как и резали маски. кину. Да, это работа резчиков маски масок, одной из семей знаменитых. А на этой стороне целый текст. Вот это предстоит прочесть. Уже частично работает над этим мой коллега Андрей Михайлович Соколов. Но уже здесь есть датировка 12-й год эры. Темпо это 1841 год. Но это не значит, что маска была изготовлена в 1841 году. Это означает, что надпись была сделана в 1841 году. Вот сейчас идет работа над прочтением этого текста. Сам шлем да, тоже выполнен с любовью, с большим тщанием. Также он относится к разновидности судзи Кабуто. Имеет вот такие надшлемные пластины Сикоро, набранные с тех же золоченых он кодзаны. На фукигайсе от воротах пластин герб три водоворота. Вот здесь мы видим рога кувагата декоративный элемент, который тоже съемные. Кувагата означает буквально форма мотыги. И вот здесь вот такое отверстие. Это не сердце. Это значит, что это влюбленный самурай. Нет. Вот так японцы называли такие отверстия и новое борьи. Отверстие в виде глаза свирепого вепря. после демонтажа нас ждал еще один сюрприз. Вот здесь есть текст. Это не подпись мастера, указывает на его имя. имя киу-дай-ме му-не-маса. Му-не-маса девятый глава семьи Мютин. То есть это тоже период эда, но уже по-видимому вторая половина периода эда. Это либо конец восемнадцатого либо уже девятнадцатый век. Вот. подшлемная маска называется мемпо. Имеет гротескные черты лица. Иногда такие же маски имеют длинный нос в виде тенгу, имеют злобные морщины. Это более такие сдержанные формы. Хотя для японцев и эти вполне такие страшные, страхолюдные даже с длинными усами. Снаружи маска покрыта черным лаком, изнутри киноварным. Здесь отделана замши. И горловая защита также набрана из золоченых хонкотзаны. Обратите внимание, вот ушная часть декоративные уши имеют перфорированное изображение любимого японцами цветка катабами. Есть такой маленький цветочек сорняк, который очень часто используется как декоративный мотив для гербов. Даже не просто катабами, это кен катабами. Здесь еще три меча кен присутствуют. Еще одно открытие на подбородке, что мы не видели, когда собранном виде. Вот здесь еще одна надпись указывает на работу Меотин Муны Нава, седьмой глава школы. Так что мы здесь сделали сразу несколько значимых открытий, и это поможет нам более точной датировке всех этих предметов. так что ценность этих предметов растет на наших глазах. И вот еще два интересных предмета, это носки таби. Мы знаем таби по различным японским искусствам, и до сих пор таби в ходу у японцев. На самые простые таби изготовлены либо из хлопчатобумажной материи, либо из конопляной материи. Вот это тоже такой я бы сказал своего рода шедевр, такая сдержанная японская роскошь. Это таби очень непростого человека. Вот видно как они из чего сделаны. Это довольно дорогая оленья замша, очень тонкая, с печатным орнаментом. Здесь стилизованный китайский лев вот он и цветки сакуры. Изнутри вот точно такая же шелковая ткань как и на керасе с тканым орнаментом. Вполне достойные предметы, но нуждаются в чистке. Я думаю, что и башмаки кожаные из кожи медведя и вот эти таби возможно вполне будут экспонироваться и дальше после соответствующих консервационных мероприятий. Ткань. Ткань. Продолжение следует...